здравствуйте дорогие друзья меня зовут татьяна я очень рада вас приветствовать на проекте здравствуй сосед сегодня мы отправимся в путешествие сказочный азербайджан специально для вас бакинский книжный центр который находится в столице азербайджана в городе баку пригласил известных артистов писателей общественных деятелей азербайджана почитать для вас замечательные колоритные азербайджанские народные сказки также что особенно радостно в эти дни когда у нас мало возможности путешествовать другие страны сегодня вам представится уникальная возможность посетить старинную часть города баку старый город который называется и через шахер специально для ргдб тв сотрудники музейного центра и через шахер записали для вас эксклюзивные экскурсии по девичьей башне и дворцу шарваншахов а кроме того азербайджанский музей музыкальной культуры приглашает вас послушать звучание старинных национальных музыкальных инструментов на инструментах сыграют заслуженные артисты азербайджана а расскажут о них юные экскурсоводы артист детского юношеского театра гюнай а сейчас я передаю слово своей коллеге а не заржецкой который расскажет вам несколько интересных фактов об азербайджане здравствуйте дорогие друзья меня зовут аня зажетская и сегодня я расскажу вам про азербайджан это невыразимая живописная страна со своими неповторимыми изюминками и природные панорамы просто поражают наш взгляд эта страна настолько богата контрастами что ее обязательно стоит посетить называют азербайджан страной огней азер значит огонь такое название появилось потому что территории страны богатыми с рождением нефти и газа они близко залегают поверхности земли при этом исторгаются факелами огня метан под землей тоже взрывается и происходит редкий природный феномен грязевой вулкан именно на этом обширонском полуострове находится 400 из тысячи всех известных грязевых вулканов на планете ну в основном они пребывают спячки к счастью но если взрываются то всегда неожиданно в 2001 году вулкан лок батан который находится всего в 15 километрах от столицы от города баку выпустил пламя в воздух на сотни метров и при этом заполонил небо грязью и дымом на целых три дня азербайджан также известен и нефтяными ваннами курорт нафталан один из самых необычных лечебных курортов мира здесь лечит нафталаном это особый вид нефти коричневого цвета и она славится своими целебными свойствами археологи нам сообщают что эти места были заселены примерно в двенадцатом веке но использовать жидкое золото для лечения начали только в девятнадцатом веке родник черного золота ключ к исцелению так звучит девиз нафталанских здравниц наврус байрам один из главных национальных праздников для всех азербайджанцев его одинаково встречают как в стране огней так и за ее пределами в крупных азербайджанских общинах общенародное торжество связано с доисламскими обрядами поклонения солнцу и плодородию наврус прославляет весеннее оживление природы которая призвана принести в жизнь людей перемены к лучшему в этот день принято прощать старые обиды строить планы на новый богатый урожай кулинарными символами навруза всегда служили традиционные азербайджанские сладости пахлава гагал а также сочный плов кебабы и крашеные яйца одним из непременных атрибутов весеннего фестиваля является сэмэ-ни пророщенные семена пшеницы в небольшом блюде ритуальный объект образуют на праздничном столе подобие небольшого зеленого поля опоясанного алой лентой а теперь про животных символом азербайджана считается карабахский конь он ценится за свою скорость и выносливость и красоту и одна из древнейших пород скокунов в мире между прочим племенная работа по улучшению карабахских лошадей велась когда-то на акдамском коневодческом заводе а в настоящее время в азербайджане действуют два коневодческих завода для популяризации карабахской расы ковер считается традиционным предметом интерьера ковра от качества это самый распространенный классический вид ремесел в азербайджане азербайджанские ковры отличаются яркими красками с интенсивными оттенками и они обычно гармонично сочетаются между собой ковра от качества это часть семейной традиции ее передают как устно так и в процессе практических занятий а в 2010 году традиционное ковра от качества азербайджана было включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия юнеско ковры также считаются символом азербайджанского народа еще один известный атрибут это орнамент бута бута это известный странах востока орнамент и является характерной деталью азербайджанского национального орнамента в просторечии его мы называем турецкие огурцы и выглядит он так мотив бута часто используется азербайджанскими мастерами разновидности его вариантов очень много и некоторые из них имеют свое символическое значение сегодня этот орнамент широко используется в азербайджане на коврах текстиле и украшение зданий бута также считается символом азербайджана важно отметить что азербайджан это страна в которой чтут традиции но не костенеют в них и идеи равенства культивируют там давно в 1918 году азербайджан стал первой страной востока которая предоставила женщинам право голоса опередив при этом даже сша где случилось это на два года позже